И чего вы ждете от нашего государства и от нашего президента? Почему я задаю этот вопрос? Мы в основном обижены всегда на кого-то, тем самым снимая ответственность с себя. А на самом деле нужно ответственность брать на себя, за свою безграмотность, за свою лень, за свое невежество, чтобы сесть и разобраться. В основном народ у нас ждет подачки от государства, чтобы нам организовали такую прекрасную, замечательную жизнь. И мы все жили припеваючи, не тужили, и еще и лучше ничего и не делать при этом, чтобы все у нас лилось рекой. Все блага, все богатства и все, чтобы у нас стало хорошо. Но нужно понимать такую вещь, что пока мы сами не начнем что-то делать, не начнем выстраивать свою личную жизнь, и не начнем начинать с себя, со своей семьи, с детей, с воспитания детей. Но ситуацию в стране будет сложно изменить. Свет, ты хорошо сказала по поводу семьи. Да, семья стоит в определенных рамках. Скажем, законы же семья не сдает государственные. И поэтому ей приходится жить по каким-то законам. Если мы хорошо, когда мы внутри семьи что-то налаживаем, взаимоотношения, воспитываем ребенка, но мы не можем постоянно находиться с ребенком 24 часа в сутки. То есть социум все равно влияет на человека. И если у нас сейчас по Конституции, чуть-чуть уже начинаю к этой Конституции подходить, если вы посмотрите, у нас есть статья 29, пункт 5, у нас разрешена свобода слова. Цензура запрещена. К чему это? А к тому, что мы сейчас видим на экранах. Какие у нас шоу, где у нас кто-то дерется, где-то кого-то кто-то обманывает, кто-то у кого-то что-то украл, кто-то кому-то изменил. Какие у нас песни. Я даже не помню название групп, но какие у них тексты. Мало того, что там нецензурные слова, там совершенно опускается женщина, отношения между девушкой и парнем, между мужчиной и женщиной, отношения и детей к родителям. В общем, мультфильмы посмотрим, какие сейчас. Кстати, я вам очень советую, если вы не видите, что вас... Мультфильмы на центральном телевидении, в Ютубе, вот эти всякие свинка Пеппа, что там вот эти про принцессы, вы посмотрите, что там культивируется, там не добро и зло. Не зло, не добро, как это было у нас в Советском Союзе, когда учили взаимоотношениям, дружбе, взаимопомощи. Там сейчас этого нет, там конкуренция, сделать пакость кому-либо. Или свинка Пеппа, там принижение роли папы, мужчины в роли семьи. То есть, получается, воспитывает в ребёнке, что папа это не папа, а какой-то маленький ребёнок, меньше, чем даже сам тот ребёнок, который в этой семье растёт. Посмотрите в Ютубе, что там дети могут же случайно зайти сами, правильно? Вот смотрите, и это всё от того, что у нас нет цензуры. Она запрещена, государство не может каким-то образом это контролировать. И поэтому сейчас очень много идёт фейков, даже по поводу Конституции. Уже не говорю о том, как у нас воспитываются дети, на каких фильмах, и юноши, и там, в дорастающих поколениях. То есть, фейков очень много идёт относительно Конституции. И если вы, я даже ходила, смотрела такую программу, в которой можно понять, откуда человек пишет комментарий. И выяснялось это. Или это откуда-то из Прибалтики. В общем, даже не русские, понимаете? Вот есть такая программа, по которой можно узнать. И поэтому стало понятно, что очень много негатива льётся, как проплачено. Специально нагнетается обстановка внутри страны, в народе. Потому что нас, нашу страну, наш народ, он особенный. Его руками так не возьмёшь. В Великую Отечественную войну попробовали, не получилось. Поэтому пришли к тому, что надо разлагать нас изнутри. А изнутри это как? Это спиртное, это наркотики, это то, что мы смотрим по телевизору, всё это негативное. Это то, что у нас нет идеологии государственной. Она запрещена по Конституции. Мы её вернуть можем только через голосование на дальнейших референдумах. Так что, понимаете, семья не может быть оторвана от социума. И как бы мы не стремились создать в семье порядок, как бы не могли воспитать ребёнка, он выйдет в мир и будет белой вороной, которая вот заклюёт. Поэтому в любом случае надо приводить в порядок систему страны. Это всё понятно. Система страны нужна. Но даже давайте возьмём, я вот приведу простой очень пример, почему я затронула тему про семью, что всё равно нужно начинать с себя. Я согласна. Возьмём даже пример. Недавно я видела ролик, где приёмный сын, то есть мама родная, отчим и сын. И это тот отчим стал воспитывать сына по своему усмотрению, которого своих детей нет. Они ставили его на ночь на гречку и ещё записывали это на камеру, и ещё давали ему там ногой и не разрешали упираться на стену. Но в итоге у ребёнка, после того уже, как он там несколько дней стоял, у него эта гречка вросла в колени. Ему делали операцию. Вот я к чему. То есть люди должны изнутри вот эту какую-то идеологию внутри, да, вот соблюдать. Отношения к детям. Заповеди божественные. Заповеди божественные. Но это развитие себя. Поэтому мы не можем отвернуться от того, что мы сами тоже выстраиваем этот социум. Всё идёт от каждого. Короче, должно быть всё в комплексе. Абсолютно. И внутри, и снаружи. И мне бы хотелось уже перейти к вопросам, потому что иначе мы можем бежать в другую тему. Да, смотрите, здесь в основном идут какие вопросы. Что Путин угробил страну окончательно, что президент угробил медицину, образование, сельское хозяйство и всё остальное. Выживают только... Вернее, живут Москва и Питер, остальные выживают. И, ну, в общем, Путин плохой, Путин развалил. Зачем нужны поправки? Что там будет меняться? Вот давай мы сейчас, наверное, поговорим. Давай с Путиным тогда начнем. Ну, давай, да. К чему он пришёл, да, к какой разрухе и что он вообще успел сделать за эти годы. Да. Итак, давайте вспомним. Те, кто жил в Советском Союзе в осознанном возрасте, давайте вспомним, что у нас было до прихода Путина. Это возьмём 91-й год, когда произошёл госпереворот. Когда был расстрел Белого дома, произошёл путь. И что случилось дальше? Дальше у нас пошла глобальная приватизация ваучера. Начали разваливаться предприятия. Постепенно. Далее у нас не выплачивались зарплаты, не выплачивались пенсии. Задержки были колоссальные. У нас была карточная система на продукты питания. Когда можно было в руки получить килограмм гречки, килограмм песка, чего-то там ещё, чего-то ещё. Вы это помните, надеюсь? Анекдот даже был. Чай будет с сахаром, с нашей руки моем без мыла. Да. Или была ещё бартерная система, когда на предприятиях выдавали каким-то товаром тебе место заходы. Отделы рабочего снабжения. Вот у нас что было. Приходит Путин в 2000 году, и сразу, я это помню чётко, издаёт закон, по которому обязывает выплачивать зарплаты и пенсии людям. Это хорошо или это плохо? Путин плохой или нет? Вот сейчас с этой позиции скажите. Дальше. Пришёл и поделили, пишет. Пришёл и поделили. Хорошо. Пришёл и поделили. В какую страну он пришёл? Значит, мы в 93-м году принимаем конституцию. То есть мы правила работы нашей системы принимаем. Как мы принимаем? Голосование. Народ выходит, голосует за конституцию, за Ельцинскую. Открываем конституцию. Конституция. Статья 10. Читаем. У нас три ветви власти. Исполнительная, законодательная, судебная. Президент не относится ни к одной ветви власти. Тогда кто он у нас? А по конституции, статья 80, он у нас гарант конституции. То есть он пришёл и должен найти правила, которые принял народ в 93-м году 12 декабря, исполнять гарант. И ещё он координатор трёх ветвей власти. Координатор. Понятно это? То есть это не царь, как вам пытались навязать все или как вы хотели об этом думать. И то, что вы об этом не знали, это Чавина Путина или кого? Почему вы в этом не разбираетесь? Почему вы вообще только сейчас решили задать вопросы по конституции? Хотя эти вопросы поднимались уже с 2012 года. Вот почему вы только сейчас на это обратили внимание? Виноват кто? Путин. А Путин пришёл в эту систему, которую народ принял. А народ – это источник власти. А он её обязан соблюдать. А он не относится ни к одной ветви власти. Статья 107 Конституции. Мне уже очень хочется эмоционально разговаривать. Нет, почему? Я уже имею право на это, потому что я столько времени людям рассказывала в соцсетях. Может быть, кто-то видел сообщения, кто-то не видел. Но почему-то все мимо. Нет, чтобы поделиться этой информацией. Нет. Мы лучше посмотрим тупые мультики, какие-нибудь дебильные видео, но не посмотрим на то, как мы вообще живём. И поэтому, извините, эта проблема ваша, что вы до сих пор считаете, что Путин – это плохой. Итак, статья 107. Читаем, что он у нас только подписывает все законы. Подписывает. Права на отклонение у него нет. Если ему какой-то закон не нравится, он его отправляет в Госдуму. И если Госдума двумя третями решает его принять, такой, как он есть, он будет принят. А президент должен подписать. Права отклонения у него нет. Но хочу вас обрадовать. У нас есть поправка в Конституцию. 107. Где у президента появится полномочия отклонить закон? Он его отправляет, после того, как Дума решает его принять, он его отправляет в Конституционный суд. И если суд сочтёт, что закон нам противоречит Конституции нашей, то президент его возвращает без подписания. Это ваше спасение. И почему вы в этом не можете разобраться сами? Это всё было уже, когда у нас готово к апрелю голосованию. Уже давно было. Вот они поправки. Есть такая таблица. Было-стало. Статья такая. И другая рядом. Статья с изменениями. Почему вы это не посмотрите? Кто виноват? Путин, что вы никак не можете посмотреть? Хочу вам сказать. Вот сегодня у меня был разговор с одной женщиной. Выясняется, у нас нет никакого информирования. Вернее, для меня это давно ясно. Нет никакого информирования по голосованию. В почтовый ящик вам никто ничего не принесёт. Если принесёт, то это исключение. На дом вам ничего не повесят, куда вам идти, в какой день, с какой-то какой времени. Вам не повесят. Если повесить, то это исключение. То есть, понимаете? Это инициатива частная. Получается, это надо народу. Это не надо чиновникам. Им невыгодно принятие этой конституции. Вот это вы должны понять. Если нет такого информирования, если вам нет вот такого разжёвывания в телевизоре и в других местах, но есть только нагнетание, это значит, что конституция невыгодна чиновникам, олигархам и всей вот этой правящей элите. А кому она нужна? А нужна она народу. А что у нас, Путин плохой? Если он, так сказать, сказал это. Еще вам хочу сказать. 2019 год, с марта месяца, активные граждане, патриоты начали собирать подписи, зная и уже разбираясь в этой конституции. По всей стране выходили на улицу, выходили в пикеты, чтобы стоять на улице в дождь, в мороз, в свое личное время, вместо того, чтобы лежать на диване у телевизора, они стояли на улице, встречаясь с вами. А некоторые такие неадекватные были люди, которые ничего не хотели слышать, махали рукой и не собирались ни в чем разбираться. И сейчас их, может быть, припекло, сейчас они как бы начинают думать. Так вот, собирали, стояли подписи за эту конституционную реформу. Рассказывали о том, что у нас с 93-го года недра земли разрешены в частную, иную, иную, не расшифровывается какую, то есть, какую хочешь, думай, а это значит иностранную, что у нас есть на самом деле. И это принял народ в 93-м году. Дальше. У нас Центральный Банк не подчиняется государству. Статья 75-й, пункт 2. Это что значит? Это значит, когда Путин требует опустить процентную ставку, а банк не опускает, он имеет полное право не опускать. Но виноват у вас опять Путин. Дальше. Что еще у нас принято было народом? Статья 15-я, пункт 4, когда у нас международные нормы и принципы... Где-то у меня тут... Международные нормы и принципы являются составной частью правовой системы. Выделено желтым. Все начинают говорить ЕСПЧ договора. Да не про договора мы говорим, а про нормы и принципы, которые составная часть нашей правовой системы. А если мы откроем пленум Верховного суда, который трактует эту статью, он нам говорит... Вот, пожалуйста, можете найти. А вот 10 октября 2003 года за номером 5. Прямо буквально в пункте первом написано, что смысл и содержание всех законов для России определяет Международное учреждение ООН. Найдите список самостоятельно. Я хочу обратиться к нашим зрителям, которые смотрят. Быстренько отвечу на те вопросы, которые я уже здесь успела увидеть. Во-первых, я хочу попросить уважения к тем, кто в чате и просто допустите, что вы можете заблуждаться и чего-то не знать. Отложите сейчас свою злость, отложите сейчас свою ненависть и свои обиды на правительство и допустите, что есть люди, патриоты, те, кто любит свою страну, те, кто за нее болеет, не за деньги. Вот вы сейчас пишете, что поскольку вам заплатили... А нам заплатили? Вот. Поскольку вам заплатили, чтобы мы провели прямую трансляцию. Я сразу хочу этот вопрос закрыть. Нам никто не платил... А можно я скажу? Подожди, Наташа. Нам никто не платил. Это первое. Второе. Это личная наша инициатива. И третье. Я думаю, что в СССР так вопрос бы не стоял. Там не было такого, что... А сколько вам заплатили за то, чтобы... Показать документы, которые каждый может проверить. За это платят. То есть мы вам показываем, что надо посмотреть и проверить, чтобы у вас в голове все стало ясно. Мы эти документы сами не сдавали. И, пожалуйста, вот это вот не тыкай, но давайте без тыкания. Вот. То есть вы тут, ну, на ты и все такое прочее. Бумажки в экран. Это не бумажки, во-первых. Это документы. Это конституция. Которые в свободном доступе. И если этого не понимаете, то это проблемы не наши. Если вы игнорируете документы, которые действуют, по которым мы живем, по законам, то это точно проблемы ваши. Я предупреждаю, что если будет идти вот такая пропаганда и оскорбления, я буду просто блокировать, потому что мы уже научились отличать, где есть фейки, где специально засланные казачки. Люди, которые хотят именно разобраться, они остаются и слушают. Те, которые хотят просто внести какую-то травлю сюда, у вас это сегодня не получится, потому что мы будем говорить о том, что мы считаем правильным и нужным, что нужно сегодня донести до тех людей, кто хочет разобраться, по-настоящему хочет и понять. Вот это для них информация. Всех остальных, кто будет ставить какие-то критерии, шаблоны, не пытаясь задуматься, извините, буду блокировать, пожалуйста, не обижайтесь. Просто, чтобы вы не мешали. Продолжаем. Почему вся Россия в нищете живет? Мне кажется, я ответила. Да, но в принципе здесь уже понятно, почему Россия в нищете живет. Вы знаете, я немножко расскажу тоже свой опыт. У меня тоже могла бы быть обида, когда в 2003 году у меня появился второй ребенок, и я была предпринимателем, и мне не платили детские деньги, у меня не было декретного отпуска. Процентами. Это что, плохо? Зарплаты вовремя выплачиваются. Я помню то время, когда в 92-м году у меня появился первый ребенок. Нам нечего было вообще есть, потому что заводы уже закрывались, фабрики закрывались, работать было негде. Это что, Путин сделал? А потом, когда он поднял всю страну, восстановил зарплаты, восстановил пенсии, чтобы люди... Закрыл все внешние долги. Вы думаете, это так легко? Ты говорила... Трансляции, когда мы делали вчера, что после войны, да, когда произошла победа, сколько лет ушло на восстановление страны? Вы покупаете новую квартиру, там она без ремонта. Сколько времени вы ее приводите в порядок? Но не бывает по щелчку. Это я к тому говорю, что когда мы примем, если это произойдет, слава богу, если это произойдет, если народ пробудится и начнет все-таки включать мозги. Когда эти поправки будут приняты, это будет первый шаг к тому, чтобы Россия вышла из-под внешнего управления и уже потихонечку начнет восстанавливаться в стране порядок. Но это не быстро, потому что многие говорят, мы посмотрим, как это будет. Мы посмотрим. За год вы точно ничего не увидите. За два, ну, где-то что-то, может быть, начнет меняться. На это тоже уйдет много времени. И мы должны, люди, помогать в этом, а не быть отстраненными и инфантильными. Потому что от нас тоже все зависит. И вот эта фраза, постоянно которая звучит, что за нас уже все решили. Да не решили. Если бы за нас все решили, сейчас не велась бы такая жесткая полемика, не было бы столько решений, не удаляли бы ролики, которые за Конституцию, потому что она многим невыгодна. Невыгодна олигархам, невыгодна американцам. Соответственно, никто не хочет упускать власть над Россией. Поэтому мы к этому причастны. И не нужна с себя ответственность за то, что мы можем сделать какой-то вклад. А если мы приведем недавний пример, как у нас избирался губернатор. Все считали, что все решено. Все как будто бы выйдет вот тот, который был. И вдруг на следующий день все неожиданно узнают. Оказывается-то прошел тот человек, на который никто и не думал. Все за него голосовали, думая, что пройдет прежний. А получилось, вышел тот, за кого голосовали. И поэтому, если вы сейчас упустите момент, а это очень важно, может случиться так, что мало не покажется никому. Я не угрожаю, я говорю как есть. Потому что, если затеяна такая война с олигархатом и с Западом, она невидима обычному человеку. Она невидима. Но это видно по вбросам, по тому, что происходят теракты. Вы думаете, теракт это просто... Или какой-то там обвал, взрыв газа. Это просто так? Это не просто так. Это некоторые предупреждения, чтобы Путин резко не действовал, чтобы он шаг туда, шаг сюда не делал. Никто это никак не связывает. А вот уже пора это связывать. Что если вдруг мы упустим свой шанс изменить Конституцию на суверенную, нам статья 79-я будет помогать восстанавливать суверенитет. То есть выбран такой путь, по которому мы сейчас не можем изменить основные главы Конституции. Она была написана таким образом. Кстати, написана при помощи иностранной компании USAID. У них это на сайте есть отражено. Вот не поленитесь. Все, что я называю, вы можете найти, открыть и проверить. Она написана так хитро, что мы не можем сейчас изменить эти главы Конституции. Первую, вторую и девятую. И поэтому выбран другой путь. Так как были собраны подписи, про которые я говорила, за изменение Конституции. Около двух миллионов или свыше двух миллионов. Переданные в органы власти. С ноября месяца передавали в органы власти. В январе президент озвучивает это. Говорит, что к нему обращались общественные и политические организации. Единственная организация обращалась к Путину. Я надеюсь, что все знают, кто это. За изменение Конституции. И он сказал, да, меня народ поддерживает, значит, мы можем, мы можем начать эти изменения. Из чего он начал? Запрет чиновникам двойного гражданства, чтобы зачистить власть, чтобы убрать нити влияния на нашу власть, чтобы убрать счета за рубежом у чиновников. Хочешь служить России? Все счета держи здесь. Это справедливо? Справедливо. Не иметь двойного гражданства, ты работаешь на свою страну. Справедливо? Справедливо. Чтобы президент не имел двойного гражданства или его в прошлом не имел. Справедливо. Справедливо. А то придет вам такой, как Саакаш Миле из Грузии в Украину и начнет в своей порядке устанавливать. А им будет крутить Трамп и устанавливать такие правила. А тот, как марионетка, будет прыгать. И когда президент начал 15 января, вот найдите его речь. Послушайте внимательно. Он же все говорит, что когда он пришел, пришлось отстранять за этот период времени. Олигархат от власти. Они уже были во власти. А это сразу не сделать. Это как пришел человек в банду. Он же не может сразу всех раскидать и установить свои правила. Правильно? Нужно каким-то образом ввести своих людей. Нужно каким-то образом не перетянуть их на свою сторону. А каких-то бандитов может быть и выкинуть из этой банды каким-то своим ручным влиянием, не будучи полномочным только за счет ручного управления. Поэтому ему пришлось это преодолевать. Пришлось восстанавливать экономику. Ну, нацгвардия вооруженная. Вооружение. А знаете, для чего вообще он нацгвардию образовал такую структуру? Я сначала не понимала, зачем. Чтобы его не свергли. А потому что, а потому что, может быть, нельзя мне это говорить. Генералы, не все подчиняются Путину. Да. И поэтому надо было сделать так, чтобы какое-то вооружение, какая-то структура, он мог на нее положиться. И в нужный момент защитить... нас, народ. Понимаете? Нас. Нас. Но как нам об этом говорят? Вбросы. Что нацгвардия? Он защищает лично себя. И вот, вы еще разочек послушайте его выступление. 15 января. Он все самое главное, он говорит первое, и все, что он говорит второе, третье. Это самые главные моменты. это мы потихоньку голос... Если голосование проходит, начинаем убирать внешнее управление, то есть влияние на нашу страну извне. То есть мы будем переносить центр власти из-за границы в нашу страну, чтобы наши национальные чиновники... Зачистка уже идет, весь 2019 год шел и продолжает идти. Если вы хотя бы отслеживали информацию, я отслеживала. Зачистка идет по полной, но она еще больше усилится, когда президент поймет, что у него есть поддержка народа. А поддержка это наше голосование. И, конечно же, все вот эти соцпроправки, и это доступная медицина, но невозможно ее пока сделать бесплатной, потому что мы еще нетр не вернули назад. Мы еще ЦБ не подчинили, не поставили под контроль государство, пока это частная лавочка. Она под контроль ФРС США. Пока деньги у нас уходят, у нас есть бюджетное правило, которое введено по указанию МВФ, потому что Международный Валютный Фонд нам ежегодно, вот ежегодно такие доклады для России и для других стран он издает. И мы обязаны... Если вы хотите узнать, что нам предписано в будущем, посмотрите их новый доклад и увидите, что должно быть у нас претворено в нашу жизнь. Так вот, чтобы мы имели возможность не претворять то, что они нам написали, мы должны проголосовать. А про бюджетное правило. У нас добыча нефти... Добыча... На секундочку, подожди, я перебью тебя. Я объясню, мы не могли видеть ваши вопросы, потому что вы, наверное, видели, что там просто была неперестающая строка троллей, которую я блокировала, и они очень быстро активировались и просто завалили. Поэтому мы вот только начали видеть ваши сообщения. И здесь еще стоит вопрос про обнуление срока президента. Вот скажи об этом. Я сейчас скажу про бюджетные правила, про деньги. Почему у нас сейчас медицина не бесплатная и образование как бы, а пишет доступная? Потому что даже когда у нас нефть продается, грубо говорю, 70 баррелей за... какой там... 70 долларов за баррель нефти. 40 сейчас. Ну, я говорю грубо, да, вот как я знала, было 70 долларов за один баррель. 43 остается внутри страны, остальное уходит сразу федеральную резервную систему. Их сразу уходит. И она уходила все эти годы. То есть у нас в России их нет. А то, что осталось, это налоги заплатить, это... А это еще и частная структура. То есть там государство вообще мизер остается. И мы вот это пока вот этим плебисцитом не решим. Но мы... Там звучит бланк такой. Поддерживаете ли вы изменение Конституции? Да или нет? Так вот это, да, это... Это у нас Центробанк национализации в будущем. Это у нас недра земли под контроль государства, чтобы у нас деньги, доходы были. И тогда потом мы можем говорить о бесплатной медицине, о бесплатном образовании, о каком-то жилье с другими ценами, скажем, с кредитами не под 6%, а может быть под 0%. Вот только тогда. Но для этого мы должны сделать первый шаг. Сразу все не получится. Про обнуление. Очень много фейков про обнуление. А знаете, почему? Потому что людям хотят насадить именно что Путин хочет править вечно. Значит, вызвать гнев в народе. А когда у человека гнев, у него мозги не работают правильно. Он, значит, пропускает главное мимо ушей. А главное статья 79, когда у нас будет приоритет наших законов на территории России над международными. Это статья 79, там несена поправочка. И на днях недели назад венецианской комиссии очень не понравилась эта поправка. И они как бы сказали уберите ее совсем или откорректируйте. Вот найдите эту информацию. Понимаете? Это они решают как мы будем себя в стране. Вопрос. А где вы были с Путиным за последние 20 лет? Вы предлагаете еще 20 лет поэкспериментировать над россиянами? Почему мы? А вы? Вы что не в России живете? Нет, подождите. Мы можем ничего не менять. У нас останутся недра земли также в руках олигархов. Центральный банк так будет же Федеральная резервная система США. Хотите? Пожалуйста. Выбор как раз вот неделя. Вы сейчас решайте выбирайте как мы дальше будем жить. Хотите чтобы было лучше? Шаг оставляем все как есть. Тут другого быть не может. Если кто-то скажет я посижу вообще не пойду голосовать это он остается на стороне врага. Если он не скажет ни да ни нет это значит по-любому нет тем переменам. Это по-любому. Поэтому сейчас каждый перед выбором. я вам документы показываю только для того чтобы вы могли проверить мои слова. Я вам не Навальный который вам на уши лапшу вешает и вы ему верите. Я вам не Платошкин который все время вместо статьи 15 пункт 4 норм и принципов международных все время съезжал на договора когда ему прямо задают вопрос а он уходит от темы очень хитро который ни одному человеку я была даже у него в прямой трансляции сдавала ему вопросы 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 он их ни одного не зачитал он ни разу не сказал людям что президент подписывает закон он не сказал что в поправке 177 статью вносится полномочия не подписывать закон президенту он этого не сказал как вы думаете почему он вот тут пишет так навальный фактами подтверждать а вам здесь что сейчас не факты кстати вы проверьте те факты которые вам представляет навальный мы проверяли эти факты фейковые а конституции это печатное здание везде что хотел сказать некоторые говорят что почему Москва живет Питер живет а вы представляете вам в наследство вдруг достался замок огромный заброшенный замок там везде паутина везде слякоть сырость отопления нет там что-то сломалось дорожки подъездные нет ничего вы с чего начнете ремонт вы сделаете ремонт в зале в гостиной в столовой правильно а все остальное потом постепенно где-то кладовочку разобрать где-то еще что-то поэтому и так сначала Москва и Питер потому что это лицо страны я еще хотел вот что добавить к этому во-первых у нас есть большой разрыв между федеральной и муниципальной властью то есть получается вот в маленьких городах если нет градообразующих предприятий то в городах нет налогов а скажем так Москва помочь-то не может у нас нет связи по конституции понимаете если она поможет то это как милостыне все равно по закону она не обязана вот есть предприятия градообразующие на этой же виде я об этом вот тоже не знала я выяснила уже как раз с поправками когда пошли поправки и мне стало понятно почему у нас поселение не могут дороги отремонтировать не говоря уже о большем не могут площадки детские сделать нет предприятия значит и нет возможности а центр федеральный может быть поможет если у него хватит средств то есть понимаете а поправка как раз есть непосредственная прямая связь между центром и вот муниципальными органами власти будет это же хорошо либо муниципал начинает доить как раз предпринимателей и все кричат что ой здесь опять плохо какие факты вы проверили по поводу Навального то какие факты вы проверили ой зайдите пожалуйста на канал Михаила Советского он непосредственно разбирал по Навальному ролик и он там эти факты ютуб канал Михаил Советский у вас нет аргументов вы не подготовились к беседе а мне кажется Александр вы просто не хотите слышать и не хотите вникать это называется тупо стоять на своем не пытаться разобраться а просто гнуть свою линию и вот наверное вы как раз и есть подсадные утки в чем обвиняете нас что мы там подсадные утки Путина нет мы нейтральная сторона которая просто захотела решила разобраться в том что происходит мы никакой партии не принадлежим мы просто сами по себе свободные люди со свободным мнением а вот у вас как раз никаких фактов нет у вас пока идут только обвинения что вам плохо жить что вас не обеспечивает государство а что вы сделали для того чтобы оно вас обеспечивало что вы сделали для того чтобы обеспечивать свою семью мы все здесь в общем-то живем и не шикуем но мы что-то пытаемся делать как у нас раньше родители вставали в поле шли и работали сейчас люди разучились работать это в первую очередь сейчас главный бич населения это лень лучше будут пить лучше будут сидеть дома лежать на диване и в общем-то кто захочет денег заработать тот заработает давайте еще про обнуление это говоря по поводу обнуления смотрите во-первых обнуление не автоматическое враги вам постоянно говорят обнуление и кстати нам пишут едьте в регион и защищайте власть мы в регионе живем мы не в Москве это город Киржач Владимирская область итак обнуление это не автоматическое продление президентства Путина это в 2024 году будут выборы это будут представлены кандидатуры и не факт что Путин выставит свое он кстати и не собирался но почему-то враги которые не хотят чтобы прошла наша конституция всем на уши давят что это обнуление он хочет себе продлить власть не выбирайте в 2024 году кто вам мешает то есть будут выборы и будет человек решать хочет он за него или не хочет он за него голосовать а вот может быть у нас большинство народа хочет чтобы он был у нас демократическая страна мы что и должны лишить этого права тем более что у нас такие глобальные перемены это даже я вам скажу из старенького домика выстроить коттедж человек начал предложил эти преобразования план представил как это сделать денежку по счетам да все решил надо сделать вот такой пункт такой 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 и у нас будет коттедж я считаю если вдруг он захочет пойти то я думаю на переправе не меняют если он начал значит он знает как это сделать да и пусть он ведет дальше но это мое мнение а дальше вы как хотите автоматическое продление у него нет а еще я хотела добавить по этому вопросу люди знаете меня всегда удивляет такой вопрос вы поставьте себя на место президента 20 лет он уже да 20 лет он тянет ну не важно он у власти да скажем так на него льется столько негатива он только насколько в каждый момент времени это возможно учитывая все обстоятельства и давление олигархов тоже и саботаж чиновников кстати можно прям капельку вы говорите езжайте в регионы и вот там качайте права вы знаете я лично ездила к губернатору в ЗАГС собрание мы ездили мы ездили к директору департамента региональной политики потому что у нас были вопросы а почему у нас нет разъяснения людям информации по поправкам в конституцию почему никто им нормально не рассказывает почему этого нет на телевидении почему нет этого в газетах почему нет каких-то плакатов чтобы люди быстро все поняли а потому что им это не надо потому что кто-то сверху сказал это не делать губернатором а президент у нас к ветвям власти не относится он только координатор он сказал но это выглядит как поручение как указание а оно не обязательно к исполнению и поэтому какой-то губернатор сделал а какой-то проигнорировал он имеет право и поэтому вы хотя бы в этом должны понять если даже еще посмотрите кто подписал письмо из депутатов 320 человек по моему кто против голосования кто против этих поправок вы просто их где они работают вы это посмотрите там обычных людей может быть по пальцам переберется те которые нам заблудились а все остальные которые директоры гипермаркетов того сего у которых очевидно и может быть двойное гражданство и счета за рубежом и которые вот боятся потерять то что у них сейчас есть то есть это в любом случае направлено на наше благополучие на простого народа и чиновники вам не пойдут и не будут говорить идите вот голосовать туда-то и не будет вас агитировать кстати к нам приезжало вчера швейцарское телевидение которое нас спрашивает а почему нет агитации за поправки в конституцию даже иностранцы это заметили а вы не видите а потому что никому не надо из чиновников чтобы мы народ ее приняли им выгодно чтобы все осталось как есть я дополню мысль да про путина начала и вот написано там вы захотите уходить от кормушки так вот продолжу неужели вы думаете что время за время своего правления он себе не заработал денег неужели вы думаете что ему так нравится жить в таком напряжении вообще ни один нормальный человек не будет ради амбиций тащить такой переваривать такую кучу негатива да он уже столько заработал что он уже сел бы где-нибудь на канарах и жил бы ему уже за 60 и жил бы припеваючи и спокойно тогда вопрос он с собой это все не унесет дети обеспечены да зачем вы хотя бы об этом задумайтесь стоять уже обеспечить все одному человеку вот скажите вам много ли надо для нормальной счастливой жизни крыша над головой в лучшем случае машина еда и одежда человек в малом может быть счастлив неужели вы думаете что он настолько алчный что у него уже столько всего есть что ему надо еще я думаю что здесь все-таки причина другая наверное все-таки его и боятся американцы и против этой конституции против поправок именно потому что он истинный патриот страны и настолько дипломат настолько ему нужно тонко лавировать между всеми этими законами между двумя странами чтобы все-таки вытащить страну вы хотя бы немножко с другой стороны на это посмотрите вы поставьте себя на это место да любой другой человек уже бы на все плюнула сказал да ну его все поеду я жить спокойно и неужели ему нужно свою свою репутацию подрывать какими-то действиями направленными против страны вот у нас Горбачев уехал же уехал же ему там медаль за победу в холодной войне там Америка вручила потому что он помог развалить нашу страну и живет он там просто просто кто вот так вот относится да что Путин такой сякой жизнь такая плохая вы знаете это это состояние жертвы это люди находятся в состоянии жертвы которые постоянно жалуются и не хотят вообще ни о чем задумываться то есть это с больной головы перевалить на здоровую пусть Путин все решит пусть он нам все сделает Путин сейчас решает главный вопрос поправки конституции что мы выходим из-под внешнего управления и возвращаем России суверенитет и даже если его потом не будет любой другой президент придет ему будет легче управлять страной и легче наводить порядок потому что он будет иметь внутреннюю власть сейчас у нашего президента этого нет он может быть и сам не захочет на новый пост встать и скажите есть ли альтернатива сейчас вот ему вообще речь даже не о нем об изменениях об изменениях да у нас сейчас речь идет о том что мы в историческом событии когда мы из колониальной страны можем сделать шаг через голосование в суверенную и я вам еще раз повторю так как не было возможности исправить эту конституцию эти главы раньше и не был готов народ мы вот собирали подписи целый год 2019 год за это изменение конституции не было перевооружения то есть армия была слабая олигархи стояли уже во властных структурах где у нас сейчас Ходорковский Березовский их же нет вот каких-то олигархов он подчинил скажем так на благо России не то что подчинил а направил на работу с каким-то конечно он не справился это еще предстоит это еще предстоит но я хочу чтобы вы понимали что у нас органы власти они не все скажем так однородные есть те которые за страну а есть которые против страны и там идет война и нам народу надо поддержать тех которые за народ за страну и это мы делаем сейчас через голосование у нас же голосование не было с 1993 года и это первый раз спрашивают народ вы готовы менять конституцию и когда если народ принимает ее тогда будет возможность так как это у нас считает поздний срок то есть вот это свежий срок высказанный волей народа да и поэтому мы тогда сможем изменять основные главы которые не можем пока сейчас потому что если народ голосует за изменения а в статье 79 у нас частично суверенитет присутствует значит мы должны будем поменять те главы конституции которые подчинены международному праву только потому что народ высказал свою волю говорит да мы готовы менять это про пенсионную реформу еще у многих вопросов то есть Путин отнял там пять лет жизни объясни давайте еще раз международная пенсионная пенсионная реформа еще раз тезисы мы колония по статье 15 пункт 4 нам стратегию развития смысл и содержание законов определяют учреждение ООН это пояснено в комментарии пленума верховного суда за номер пять от 10 октября 2003 года смотри пункт 1 далее значит если нам смысл содержания законов определяет учреждение ООН мы смотрим список в нем есть вот у меня список тоже есть в нем есть международный валютный фонд международный валютный фонд ежегодно для России издает целый толмуд законов со всякими графиками что сделать в нашей стране какие преобразования я же вам всякие там говорила бюджетные правила налоговый маневр там была реформа медицины все туда входило вот и моста в Крым там нет моста в Крым там нет и вот смотрим доклад международного валютного фонда найдете его в интернете от 15 июня 2017 года от 15 июня 2017 года в котором в пункте 30 так в пункте 31 они предписывают желтеньким выделено предписывают провести в России параметрическую пенсионную реформу ниже в пункте написано что сделать это после предстоящих президентских выборов у нас выборы были в 2018 году рекомендации 2017 года поэтому пенсионная реформа оттуда но если мы вспомним что по статье 107 конституции у президента нет права не принимать не подписывать закон то он естественно его подписал но сейчас в поправках есть полномочия не подписывать опять же смотрите во-первых чтобы нам всякие там не писали туалетная бумага говорят ну для кого как но по этой туалетной бумаге это жесткая очень по ней мы живем нравится вам не нравится как хотите ее назовите но мы живем по этим правилам и пока нам предложено их сменить и в образовании считайте туалетной бумагой будем жить как живем и они нам будут эту туалетную бумагу еще опечатать и еще опечатать со всякими графиками выводами если вам что-то не нравится пишите им у президента тогда не будет полномочий отклонять законы которые не нравятся у него так и останется подписать я кажется объяснила про пенсионную рекламу вы мне скажите кто такой Сечин тоже не олигарх нет а при чем тут вообще Сечин мы сейчас вообще не про Сечина не про Ротенберга и то что нас тут никто не поддерживает неправда нас поддерживают и многие и я очень рада что многие люди сейчас начали пробуждаться открывать глаза потому что не хочется видеть тот ужас в котором мы жили и хочется опять же самым легким способом обойтись свалить всю вину на президента вот и все это нежелание думать нежелание разбираться это опять же ваша лень и упёртость ребята мы сидим сейчас все в одной лодке если вы не касались этой темы вы не понимаете что она идёт ко дну вот мы сейчас вам говорим она идёт ко дну хотите нам верьте хотите не верьте от того что вы не верите это не значит что она не будет идти ко дну это значит она идёт и чтобы что-то изменить чтобы наконец она поплыла в нужное русло куда нам надо это это мы вам говорим мы же вам называем даже документы это изменение конституции пока конституция у нас колониального государства нравится вам это или не нравится я понимаю это шокирующая очень информация и кому-то она никак в голову не заходит может быть кому-то надо уже капли попить валерьянки от этого услышанного но она от этого конституция не прекратит быть неколониальной поэтому выбор за каждым я уверена что будет пересмотрена медицина да пересмотрена образование потому что сейчас кстати нам образование ещё в 90-х годах это нам программу сорос представим нельзя голосовать пакетом только по каждой статье отдельно законно это голосование незаконно я тебе вот читаю голосование законно на самом деле почему пакетом потому что все поправки взаимосвязаны то есть если мы не заберем власть от внешнего управления и не передадим по поправкам во власть национальную то никак вы не получите социальные блага вот это надо понять то есть без одного не получится другое поэтому не приняв первое вы не получите третье у нас часть полномочий по поправкам перераспределяется с президента снимается кстати это вам о царе который все говорят что он хочет себе власть забрать наоборот снимается часть полномочий и перераспределяется между другими органами власти и если вы вообще к чему все это такой путь пока мягкий к народу властью чтобы привести к управлению не одного человека в стране это как раньше в СССР было совет народных депутатов народу властью как сказал путин по моему в 1999 или в 2000 году что у него давно сидела такая идея чтобы один от одного человека не зависела судьба страны и его народа потому что один человек патриот поведет в одну сторону а придет другой вот типа Горбачева Ельцина и продали страну написали конституцию народ не читая доверяя правительству принял и оказался в колонии и вот чтобы не было такого что страну шарахает из одной страны в другую он искал тот способ управления страной чтобы она была стабильной и он выбрал что это народовласть только вам конечно его никто не крутит и Навальный конечно не покажет и Платошкин тоже не покажет у меня на канале он есть если вы зайдете киржач за свободу страны от внешнего управления youtube канал я туда его выкладывала такой в каком-то коричневом пиджачке он такой еще молодой как раз он об этом говорит что он искал варианты как перестроить власть так что смотрите эти поправки как раз пакетом только и возможно принять потому что иначе как можно какое-то социальное благополучие выстроить если власть до сих пор будет оставаться в руках запада и если мы чиновников не лишим двойного гражданства если на них также будет влиять из-за бугра как влияет сейчас чубайс чубайс я уверена ставленник оттуда и управляется через него у нас экономика частично игры оттуда же и набиулина думы оттуда же если не засланные казачки которые исполняют роли поставленной администрации колониальной конституции то есть правила действует никто же их не поменял поэтому какие-то чиновники просто действуют в рамках правила правила меняем мы сейчас предстоит нам это голосование оно же сегодня началось первый день и поэтому от нас действительно сейчас очень многое зависит никто за нас не решил а если кто вам это внушил это как раз только те кто не хочет этих перемен чтобы вы не пошли и не стали голосовать есть вопросы ну тут идет в основном все одно и то же что ну кто не понял пусть еще раз пересмотрят мы даже не будем на это углубляться люди которые не хотят слышать они сами не предоставляют никаких подтверждающих фактов они может просто присоединились позднее и поэтому упустили что-то нет это вот те же люди которые были изначально вот поэтому я бы хотела еще вот что сказать на таком примере у запада всегда была цель завоевать россию всегда они не смогли это сделать с помощью войны открытой и сработал план далеса сработал уже план далеса частично то есть люди все-таки поддались на эту провокацию давайте представим такую ситуацию москва компания корпорация где очень хорошо платят приезжает туда из какой-то провинции специалист и через знакомых хочет попасть в эту структуру в эту корпорацию чтобы улучшить свое благосостояние чтобы подняться сделать карьеру ему говорят хорошо давай но ты будешь продвигать нашу продукцию себя там в твоей провинции чтобы нам захватить как можно больше людей и соответственно человек который устраивается работать в эту корпорацию начинает продвигать у себя в деревне там в городе неважно то есть полезная эта информация не полезная полезный этот продукт не полезный но начинает это продвигать ради чего ради своего собственного блага чтобы ему держаться в этой корпорации и теперь давайте посмотрим как действует запах все то же самое выходцы из Америки которые там жили обучались имели гражданство имели хорошее обеспечение хорошие зарплаты они были научены как раз то есть чтобы постепенно внедрять свои принципы свою идеологию а идеология какая в чем она заключалась чтобы разобщить русское население чтобы дух русский ослаб чтобы развратить население России и когда люди будут вести между собой войну что в общем то сейчас даже происходит в чате мы наблюдаем вот тогда будет очень легко разрушить страну и присвоить ее завоевать и это происходило как уже мы говорили здесь через фильмы через мультфильмы через песни через СМИ через ту информацию которая выгодна именно Америке так как мы находимся под внешним управлением они имеют право через СМИ пропускать любую информацию и очень печально что народ этого не увидел мы упустили тот момент когда все стало разрушаться все ценности начали рушиться и сейчас скажите пожалуйста вот даже мы весь чат наблюдаем о чем что на первом месте у человека деньги знать какую деятельность проводит Путин что он делает для восстановления страны и как мы можем осуждать человека который стоит у власти ну давайте кто-нибудь из вас из таких умных кто здесь сейчас пишет встаньте попробуйте наладить все быстро очень интересно будет понаблюдать я с удовольствием бы проголосовал за человека который возьмется и скажет я все сделаю нет надо этого человека спросить всегда в хороших отношениях он выстроил у себя в семье все так хорошо чтобы мы с чего и говорили да что начинать нужно с себя в малом-то бизнесе это сложно сделать вот поэтому значит тебе можно доверить коллектив хотя бы с трех поэтому план Далеса удался в том плане что разворотили ее в общем-то дух уже ослаб и это очень печально потому что когда была Великая Отечественная война победил русский дух победила единство сейчас людей стараются разделить а что значит есть фраза разделяй и властвуй когда разделили людей на несколько кучек да президента выставили плохим и делай ты что хочешь руки идёт одному одно сказал другому другое и они начали между собой драться так что тут дальше сейчас почитаем делать на сегодняшний день сместить всех после войны за сколько лет подняли россию и почему ее за столько лет подняли после 45 года за пять лет подняли всю страну энтузиазм энтузиазм влачение народа нам этого надо пройти это что ли да войну мне вот в день победы вот 24 понравился один ветеран который действительно исторический момент и я уверена что все таки большое количество людей тех кто помнит советский союз тех кто понимает слышит сердцем включите даже не столько голову отключите опять же скажу свои обиды свою злость включите свою душу свое сердце слушайте свою интуицию за что голосовать куда голосовать но поизучайте документы пока еще есть время не отмахивайтесь от них не говорите что это туалетная бумага это законы по которым мы вынуждены жить и если сейчас мы это не изменим то тогда в общем то мы сами себя ведем к краю пропасти причем добровольно да а уж как вы будете принимать какой выбор какое решение это ваше я обращаюсь к тем кто будет смотреть нашу трансляцию в записи и призываю подумать пока есть время подумать вникнуть изучить и разобраться и сделать правильный выбор да сделать правильный выбор ваше на ваше